Здравствуйте! На канале ВКТ время новостей. В студии Инга Габешия. В начале коротко о некоторых темах выпуска. Сегодня у православных началась светлая седьмица. На Пасху в Сочи прямым рейсом доставили частицу благодатного огня. Новый авиарейс в Сочи запустят из Владивостока. Улететь в Приморье можно будет раз в неделю с 26 мая. В Сочи сегодня приступили к сносу сразу двух многоквартирных домов. Судом они признаны незаконными. На очереди еще четыре. К чемпионату мира должны подготовиться и экскурсионное бюро. Как именно, руководителям компании объяснили в мэрии. Светлый праздник Пасхи отметили по всей Кубани. Для православных это один из главных дней в году. По традиции в Краснодарский край специальным бортом из Иерусалима доставили благодатный огонь. В аэропорту его встречали казаки во главе с атаманом войска. Верующие зажигали свечи и лампады. Частицы священного огня в ту же ночь казаки отвезли в храмы по всему краю. Главная служба прошла в Краснодаре в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Божественную литургию провел митрополит Екатеринодарский Кубанский Исидор. Вместе с прихожанами участие в богослужении принял губернатор края Вениамин Кондратьев с супругой. Ближе к полуночи под звом колоколов верующего главе с митрополитом Исидором совершили крестный ход и возвестили о воскресении Христовым. Сегодня же для православных христиан началась Светлая Седмица. А всю эту неделю верующие празднуют победу жизни над смертью. Само же воскресение Иисуса Христа предварило еще одно важное событие. Накануне Пасхи в Иерусалиме сошел благодатный огонь. Долетел он и до Сочи. В аэропорту частицу благодатного огня встречало духовенство города и власти курорта. Частица благодатного огня в Сочи прибыла прямым рейсом из Тель-Авива. Сопровождали святыню паломники. Нет нации у Бога. Мы все, братья во Христе, делимся, не обязаны делиться, оставляем благодатный огонь, дабы жили, трудились, молились, любили Бога и ближнего. И многое лето вам, нам всем. Принесли великую, благую лесть о снисхождении благодатного огня и о том, что Господь дарует нам и в этом году свою милость, чтобы мы жили в мире согласии, любви, как заверил нам Господь. Из аэропорта частицу огня повезли по всем церквям курорта. Пасхальный огонь имеет большое значение в богослужении. Как говорится в Священном Писании, он символизирует свет Божий, просвещающий все народы после Христового Воскресения. По традиции огонь в храмах поддерживают до праздника Святой Троицы, который в этом году будет отмечаться 27 мая. Отмечу, Православная Церковь празднует Пасху в течение 40 дней. Самая торжественная из них – первая неделя. В это время службы в храмах проводятся ежедневно. И только в этот период в церквях целыми днями открыты ведущие в алтарь двустворчатые двери, называемые царскими вратами. Названы лучшие города России для отдыха с детьми на майские праздники. Десятку самых востребованных возглавил в Сочи. Рейтинг подготовил сервис онлайн бронирования жилья tvil.ru. Его специалисты проанализировали бронь отелей и апартаментов для проживания с детьми с 29 апреля по 10 мая. В итоге самым популярным городом стал Сочи. На втором месте – Ялта, а третье место занял Санкт-Петербург. Также в первую десятку вошли Казань, Москва, Екатеринбург, Анапа, Пятигорск, Псков и Зеленоградск в Калининградской области. Как следует из результатов исследования, на майских праздниках в Сочи семейные туристы будут в среднем отдыхать 10 ночей, и тратить на проживание 2500 рублей в сутки. Новый авиарейс в Сочи запустят из Владивостока. С 26 мая раз в неделю выполнять его будет авиакомпания «Уральские авиалинии». Теперь жители Дальнего Востока и Сибири смогут отправиться в Сочи с минимальной потерей времени. Время полета сократилось на три часа. Рейс Владивосток-Красноярск-Сочи будет выполняться из Приморья по понедельникам. Обратный рейс из Сочи по воскресеньям. По информации авиаперевозчика, стоимость авиабилетов по маршруту Владивосток-Сочи почти 16 тысяч рублей. Из Грузии же в Сочи снова будет ходить комета. С конца мая грузинский перевозчик собирается возобновить морское пассажирское сообщение между Батумией и Сочи. Рейсы в направлении Сочи предполагается начать, как обычно, в конце мая. И осуществлят их в течение всего летнего сезона, сообщает сайт «Кубанские новости» со ссылкой на директора компании-перевозчика. Сначала рейсы будут выполняться раз в неделю судном на подводных крыльях комета вместимостью 114 человек. Если спрос возрастет, количество рейсов будет увеличено. Сейчас между Грузией и Россией ведутся только авиационные пассажирские перевозки, а также существует единственная сухопутная дорога через Дарьяльское ущелье. 282 лифта под замену. В Краснодарском крае расширили список подъемников, которые обновят в текущем году по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Сейчас на Кубани больше 2000 лифтов, которые уже выработали свой ресурс. Кроме того, что старые механизмы ненадежны, они еще и энергозатратные. Наши краснодарские коллеги выяснили, насколько экономичнее новые лифты и сколько денег на их замену потратят в этом году. Одно нажатие кнопки и лифт тронулся. В доме 23 по улице Гоголя появился новый подъемник. С прежним не сравнить, говорят жильцы. Бесшумный, быстрый, с датчиками движения. Изда на старом лифте напоминала игру в русскую рулетку. Довезет или нет? Они останавливаются не на уровне этажа. Во-вторых, они скрипят, болтаются и очень часто останавливаются. Приходится вызывать аварийную службу. Впервые за 31 год в этой многоэтажке Краснодара меняют лифты. Лифт современный, энергоэффективный. То есть тратит меньше электроэнергии, а значит и суммы в платежках собственников за общедомовое имущество уменьшатся. Более удобную панель управления, более совершенный механизм полностью запуска всей кабины. Классы энергопотребления ниже, за счет чего получается экономить потребляемую электроэнергию процентов до 10-15 в месяц. Лифты в доме 23 по улице Гоголя меняют за счет денег из фонда капитального ремонта. Подъемные механизмы обновили, отремонтировали машинное отделение, модернизировали диспетчерскую связь. И несмотря на то, что жильцы этой многоэтажки на замену подъемников полностью не накопили. Недостающую сумму заняли у тех домов, где ремонт еще не требуется. За время действия программы в Краснодарском крае поменяли 228 лифтов. На подходе еще 199. По всему краю в аварийном состоянии находятся чуть больше 2000 лифтов. Их замена – часть программы капитального ремонта. Но до некоторых домов он дойдет только лет через 5-10, а подъемникам уже страшно пользоваться. Чтобы ускорить процесс и обновить как можно больше лифтов, в Краснодарском крае в текущем году выделят дополнительные деньги. Каждый год доведен определенный лимит использования денежных средств собственников на проведение ремонта. И вот когда мы по 2018 году сложили те заявки, которые к нам поступили от муниципалитетов, получилась экономия. В денежном выражении это 590 миллионов рублей. Около 300 лифтов – это 155 домов по 12 муниципальным образованиям. Ремонт лифтов, замена газового оборудования и обновление кровли – одни из самых популярных работ по капремонту в регионе. В краевую программу включены 18 185 многоквартирных домов. А общий размер фонда – почти 4,5 миллиарда рублей. Основное требование, о котором говорят не только жильцы многоэтажек, но и губернатор – прозрачность всех работ. Люди должны понимать, сколько денег, на что и когда будет потрачено. В чем им нельзя отказать – это в прозрачности и в понимании, на самом деле, куда уходят деньги и когда отремонтируют дом. Вот этот вопрос сегодня самый главный. И здесь все равно мы не должны от него отмахиваться. Тут должно быть просто понятно и прозрачно всем жильцам многоквартирного дома, когда их дом попадет под ремонт, капитальный ремонт, когда им крышу наконец-то сделают, которая бежит. Или когда в целом хоть какой-то ремонт или какая-то польза от того, что они платят 5 рублей 30 чем-то копеек за протый метр, все-таки будет. Вот здесь люди правы. Мы должны первые идти к людям и объяснять им, когда они получат результат от того, что они платят за ремонт этого многоквартирного дома ежемесячно, определенную сумму. И вот здесь люди, еще раз подчеркну, должны знать, когда будет отдача. С 2016 года план выполнен на 97%. Было в плане 504 дома, отремонтировано 488 домов. 6 домов ведутся прием к Ростехнадзорам, по лифтам. То есть эти все работы будут завершены в этом году. Вопросов нет. Что касается 2017 года, все сформировано. Правда, планом предусматривается 847 домов. Сейчас завершены в 444 дома. О том, что люди стали больше доверять фонду капитального ремонта, говорит статистика собираемости взносов. Если в начале запуска программы в крае наполняемость копилки не превышала 11%, то в конце прошлого года этот показатель достиг 73%. Александр Иванченко, Анастасия Дишина, Михаил Власенко, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань-24, Краснодар. Уродливым беззаконием губернатор Краснодарского края назвал самострой. Сегодня во время общекраевой планерки Вениамин Кондратьев потребовал от глав районов и других профильных чиновников бескомпромиссно бороться с самовольным строительством. Зачастую появление нелегальных многоквартирных домов можно избежать на начальной стадии, когда вместо разрешенного по документам индивидуального жилого дома вырастает многоэтажка. Потому что бомба замедленного действия, что по себе и показывает сегодня. Появляется самострой, какой-то эксперт, потом судебное решение, а потом он загорается. Дом. Есть конкретные, виновные в каждой ситуации, которые допустили именно подобные ситуации. Есть те, которые читали документы, понимая, но почему-то их подписали. Есть те, которые согласились с судебными решениями и с фактом проживания там людей. Это в первую очередь власть. Я еще раз подчеркиваю, я первую ответственность предлагаю на власть. На тех, которые должны обеспечить в том числе комфортное проживание людей в нормальных домах. Дома, которые построены в соответствии с законом, они в самостроях. Прошу конкретно разобраться. И не важно, что там будет. Заключение эксперта, безразличие чиновников. Иначе мы никогда порядок не наведем. В Краснодарском крае продолжается борьба с самостроями. Только в прошлом году в суды было подано более тысячи рисков о сносе капитальных строений. Из них 71 – это многоквартирные дома. А в Сочи сегодня приступили к сносу сразу двух многоквартирных домов. Судом они признаны незаконными. Обе многоэтажки находятся в Амеретинской низменности. Этот район становится все привлекательнее для недобросовестных строителей. Но сегодня на их объекты зашла тяжелая техника. На место помимо правоохранительных органов, которые обеспечивали беспрепятственный доступ на объекты, прибыл и глава города Анатолий Пахомов. За ходом работ наблюдал и наш корреспондент Ольга Десятого. В таком виде жители улицы Ружейная в Амеретинке этот многоэтажный дом сегодня видели в последний раз. Данный объект признан незаконным и подлежит демонтажу. Судебный пристав озвучивает застройщику решение суда – снести полностью достроенный и уже даже с внешней отделкой дом. Все дело в том, что построен он на земле, которая предназначена для частного трехэтажного строения. По иску администрации запрет на строительство судом был наложен еще на стадии первого этажа. Но здание продолжало расти и выросло в пятиэтажку с превышенной на 226 квадратных метров площадью застройки. Нашим застройщикам незаконным было предоставлено право самим снести то, что они построили. Они этого не сделали. Поэтому администрация города вновь обратилась в суд и попросила изменить исполнителя по сносу. В чем суд нас удовлетворил? И сегодня права по сносу данного жилого дома предоставлены администрации города. Администрация города наняла подрядчика, который произведет снос данного объекта. К такому повороту застройщик оказался явно не готов и пытался всячески протестовать. Но на объект уже зашла бригада. Начали с демонтажа неосновных конструкций. Это окна и кровля. Следующий этап – это снос конструкций несущих. К работе подключилась тяжелая техника. Сносить дом, нанятая мэрией, организация будет до 15 мая. После застройщик должен будет компенсировать потраченные на демонтаж деньги. В противном случае участок земли, где стоит самострой, перейдет в собственность компании, которая осуществляла снос. Есть и еще один нюанс. Люди, которые говорят, что они якобы дольщики, хотя дольщики – это только лица, которые приобретают жилье в домах, которые строятся по разрешению на строительство. Соответственно, здесь налицо все признаки соинвестирования в самовольное строительство, то есть признаки, скажем так, мошеннических действий. И если данные инвесторы или соинвесторы подадут заявление в правоохранительные органы, соответственно, будет установлен факт незаконного привлечения денежных средств для строительства данного дома. Кстати, только на одной улице Ружейной сразу несколько строек. Вот это, например, приостановлено судом. По другим также идут проверки. А вот этот дом на улице 65 лет Победы, это тоже и Меретинка, также идет под снос. К работе уже приступили. Сценарий общий для большинства самостроев. На земле для ИЖС многоэтажка. Превышение площади застройки налицо. Администрация привлекла организацию, которой мы обеспечили беспрепятственный доступ для осуществления демонтажа данного объекта недвижимости. И с сегодняшнего дня работы по демонтажу данной организации начаты. Всего же в 2017 году администрация города подала в суд 341 исковое заявление о сносе самовольных построек. 108 исков уже удовлетворено. Сегодня в Меретинке параллельно сносят сразу два дома. Но уже в ближайшие дни подобная судьба ждет и самострой на улице Костромская. Это Адлерский район курорта. Ну а планы администрации города на ближайшие 2-3 недели – это заняться сносом еще трех многоэтажных незаконно построенных домов. Как остановить самострой и что делать с уже построенными незаконными домами? Ответы на эти острые вопросы может дать федеральный закон. Если изменения, которые администрация ждет в ближайшие два месяца, будут внесены, то такие самострои будут переходить в собственность муниципалитета. И тогда город уже сам будет решать судьбу каждого из таких домов – достраивать или же сносить. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочинцам бесплатно помогут решить юридические вопросы. Государственное юридическое бюро Краснодарского края 11 апреля. В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей проведет на Курорте единый день оказания бесплатной юридической помощи. А 27 апреля на Курорте состоится открытый прием граждан для получения консультаций в сфере трудовых правоотношений. Юристы будут принимать с 9 до 17 часов в филиале бюро на Курортном проспекте 53. Ранее подобные акции также состоялись с 15 февраля ко дню памяти воинов-интернационалистов, 22 февраля ко дню защитника Отечества, 1 марта ко дню гражданской обороны и 7 марта к Международному женскому дню. На совещании по вопросам проведения летнего курортного сезона обсудили готовность туристско-экскурсионной отрасли. Руководство Сочи крайне недовольно внешним видом экскурсионных павильонов. Ко всему прочему, реализаторам билетов необходимо учить английский. Встреча с руководителями экскурсионных предприятий состоялась в администрации города. В Сочи работает комиссия по регулированию туристско-экскурсионной деятельности. Результаты обследования отрасли специалистами оказались неутешительными. Сами павильоны зачастую грязные, номера телефонов указанные маркером, давно размыты от дождя, а некоторые будки требуют покраски. К делу напоминают руководителям экскурсионных предприятий, пора приступать уже сегодня. И менять внешний вид своих объектов необходимо с учетом решения все той же городской комиссии по регулированию туристско-экскурсионной деятельности. А именно обклеивать павильоны с символикой FIFA. Готовятся к проведению чемпионата мира по футболу не только улицы курорта, подчеркивают в мэрии. Основной это, конечно, формат функционирования экскурсионных предприятий, экскурсионных автобусов в период проведения чемпионата мира по футболу. Естественно, мы ставим задачи такие, чтобы наши предприятия экскурсионные покупали новые автобусы, чтобы парк автобусов обновлялся. Ну и также культура самого общения реализаторов экскурсий, она тоже заслуживает внимания. Мы поставили задачу подготовить именно экскурсоводов для приема иностранных гостей. Для этого они будут проходить обучение соответствующее. На совещании определили правила работы, которые будут действовать в этот летний сезон. Сами же представители экскурсионных фирм презентовали новые туристические объекты показа и маршруты. В Сочи дан старт Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи. Студентам рассказали о развитии финансового рынка региона, об участии молодежи в тематических региональных и федеральных программах. А началось все с финбола. Это интеллектуальная игра-квест, которая сочетает задания на тему финансов и футбола. Россия ведь станет в этом году хозяйкой чемпионата мира по футболу. Такой формат игры позволил проверить знания ребят в области финансовой грамотности и спортивных фактов. Вообще, по мнению министра экономики нашего региона, пользоваться денежными знаками, нужно учить как можно раньше. И нет ничего плохого в том, если у ребенка есть копилка. Нужно эти навыки где-то возвращать и где-то приумножать, чтобы дети постепенно через вот эти вот маленькие простые инструменты готовились к более сложным. Потому что мир меняется, он становится очень сложным. И финансовая сторона его становится крайне просто. Инструменты постоянно банковского развития, они совершенствуются, совершенствуются. И поэтому мы должны уже с этого возраста готовить наших детей, молодежь, чтобы они в таком вот большом финансовом мире не потерялись. Финбол сегодня играли не только студенты вузов, но и колледжи. В целом учились, как, например, накопить на велосипед и стать миллионером. Мне понравилось то, что были интересные темы. Сами вопросы были очень интересные. И как бы, в принципе, и сам формат мне понравился очень. Знать все про деньги, не потерять их, а приумножить, к сожалению, например, отсутствие знания в области кредитов приводит людей к потере недвижимости, когда она оставляется под залог. В итоге растущая кредиторская задолженность среди населения. Где открыть пенсионный вклад? Как пользоваться карточками платежными? Что не нужно бояться иметь их несколько и так далее, с одной стороны. С другой стороны, это касается малого бизнеса. Как упростить свою работу или свои взаимоотношения с многими экономическими институтами, с банками, фондами и так далее. С третьей стороны, как потребители, можем ли мы найти какой-то товар по более приемлемой цене, будь это кредитный какой-то продукт. Плюс такое модное направление, да, сейчас еще криптовалюта и так далее. А еще как заставить деньги слушаться, как они устроены, откуда они берутся, как управлять ими. Тем масса. Сегодня состоялась даже презентация мультсериала «Азбука финансовой грамотности» от Смешариков. Крош, нельзя так легкомысленно относиться к деньгам. Их нужно хранить вот так. Деньги, ёжик, это ж тебе не семечки. Закапывай, не закапывай, все равно они вырастут. Ну почему же? Деньги даже очень могут вырасти. Только, конечно, не в земле. Лучшие студенты, победители финансовых состязаний будут награждены грамотами Министерства экономики Краснодарского края. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Выставка картин Дмитрия Жилинского открылась в Сочи. Работы народного художника РСФСР представлены в художественном музее. Это продолжение юбилейных мероприятий, посвященных автору. Основные прошли в Москве. Но, как известно, Жилинский родился и вырос в Сочи и не представлял жизни без родного города. Поэтому экспозицию и назвали «Возвращение». В основном здесь представлены работы, которыми он прославлял Сочи. Художник при жизни планировал провести свою юбилейную выставку именно в Сочи. В прошлом году, в 90-летний юбилей Дмитрия Жилинского, прошло три его выставки в Москве. И вот, наконец, экспозиция добралась до нашего города. Всего здесь представлено 39 живописных и 33 графические работы. Они занимают три зала. В первом – наброски к известным картинам художника. Далее посетители могут увидеть большую коллекцию работ, посвященных Сочи. И в заключение – знаковые, известные картины, созданные в разные периоды его жизни. Мы в основном здесь представили работы, которые он или прославлял в Сочи, пейзажи Сочи, нас на фоне пейзажа, маму, детей своих на море. Работы, которые писал здесь. Его могло вдохновить любая мелочь, любой цветок. Вдруг он увидел, и увидел в этом, он всегда говорил, что во всем надо искать характер, что была особенность, чтобы было видно, что вот эту вещь ты пишешь не потому, что ты пишешь, а потому, что она тебя удивила чем-то, восхитила. Хотя Жилинский и принадлежит к поколению художников сурового стиля, в его картинах много света, солнца и ярких южных красок. Это основной показатель, что автор – сочинец, отметил глава города. Большое спасибо Венера Николаевна вам, Союзу художников России за то, что вы выбрали местом проведения выставки «Город Сочи». Это и память о Дмитрии Дмитриевича, и, конечно, исполнение его воли. И мы, сочинцы, в обязательном порядке поддержим вот такую инициативу. Еще раз хочу сказать, мы гордимся тем, что замечательный творец, художник, Дмитрий Дмитрий Жилинский вырос в городе Сочи. Мне приятно, что именно сочинская земля рождает такие таланты. Жилинский не только советский и российский живописец и график, но и педагог, профессор. Работу для его персональных выставок собирают из различных музеев бывшего СССР. Несколько полотен художника находятся в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Его творчество развернуто представлено в Институте русского реалистического искусства. Большинство работ Дмитрия Жилинского написано не маслом, а темперой. Техника сложная, трудоемкая, зато каждым своим мазком напрямую отсылает к великим предшественникам, говорят почитатели его искусства. Сейчас никто так не рисует. И он когда ходил в Суриковский институт на просмотры или еще в лицей наш художественный, он так бился за то, чтобы ребята овладели рисунком, потому что это основа всего, это анатомия. Это, понимаете, на уровне предвозрождения, даже раннего возрождения, поэтому они такие монументальные. Я и сама сочинская, я в основном видела по репродукциям в юности, еще в той старой, много печатали его. Конечно, восторг был полный, а потом уже узнала, что он наш сочинский. Здесь выставка была, но я, к сожалению, на него не попала. Сейчас безумно рада, что привезли. Юбилейная выставка картин Дмитрия Жилинского будет работать в Сочи до 24 июня. Галина Моисеева, Инга Габешия, телекомпания «ФКТ». Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.